Сегодня в России отмечают День Русского Языка и День Рождения Александра Сергеевича Пушкина. Торжественные мероприятия прошли по всей стране, в том числе и в Якутске. Традиционно возле памятника писателю. Вспомнить его произведение и почтить память собрались общественность и руководство региона. Тему продолжит Марьяна Кутукова. Здравствуй, зеркальце! Скажи, да всю правду доложи. Я на свете всех милей, всех румяней и милей. Наше все – солнце русской поэзии. Эти утверждения об Александре Сергеевиче Пушкине звучали сегодня со всех уст. Почтить память величайшего русского писателя пришло множество якутян. От малой до великой присутствующие на торжественной встрече читали стихи и говорили об интересных фактах из жизни писателя. Как говорил Пушкин в свое время, что слух о нем пройдет по всей Руси великой. И назовет его всех сущий язык. И гордый внук славян, и финн, и нендыкать тунгус, и друг степи калмык. Поэтому все народы России очень дорожат именем Александра Сергеевича Пушкина, в том числе и наша республика, наш народ Сахар. Александр Сергеевич Пушкин – это мой любимый поэт. Я считаю, что его произведение – гордость всей России. Александр Сергеевич Пушкин – это целое явление в русской литературе. И все мы однажды читали его произведения с самого детства. Это и сказки Пушкина, и стихи, которые затрагивают различные темы. И тема революции, и тема любви, которая касается каждого из нас. И поэтому Пушкин, конечно, это гордость и краса России. Пушкина нередко называют создателем русского языка. Несмотря на то, что язык существовал и до него, он сделал его более простым и понятным, в отличие от сложного церковно-славянского языка. Он изменил русский язык, приблизив его к сегодняшнему. Но при этом он создал могучий русский язык – язык литературы и культурного общения. В его поэзии, в его прозе, в его памятниках письменных сохранилось и сформировалось то наследие, которым мы сегодня пользуемся в полной мере, и которое мы должны приумножать, должны развивать, должны еще более прекрасным делать. Поэтому в этом смысле мы должны ощущать ответственность и перед Александром Сергеевичем, и перед всеми нашими предками, которые нам оставили наш дар русский язык, и должны понимать ответственность перед будущими поколениями. В наши дни выражаться и говорить, как два столетия назад, довольно сложно. Современная речь полна заимствований и изменений, но от этого русский язык не теряет своего величия и возможностей. Марьяна Кутукова, Евгений Тайтонов, Максим Ростовцев, НВК Саха, Якутск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова